всем привет на канале урал спецтранс у нас сегодня с алексеем в обзоре полуприцеп цистерна 32 куба четырехосная северест для шоссейных дорог прекрасно вот так вот ты знаешь даже это название да есть еще запасах хорошие европейские оси и bpv и кроме того всех секретов выдавать не буду давайте по порядку так вот емкость 32 куба это мы уже показывали вам северест да здесь разница ну в нескольких нюансах по ходу движения вокруг нее мы все расскажем да то есть на емкости в обязательном порядке на переднем донышке это два пенала с огнетушителями огнетушителя p6 они здесь присутствуют с одной стороны и с другой да причем мы все прекрасно помним что за огнетушителем спрятана алюминиевая лопата есть такие крепления специальные в карнштейне чтобы это все было удобно доставать и хранить пеналы в данном случае это дакен в передней части что из интересного да это стандартная у нас полностью электропневопроводка это также 27 пиновых выхода на 15 пиновый адрный выход и конечно же пневма правом магистрали они также присутствует ну а так мы видим гидрофикации здесь нету значит насоса здесь нету да это все просто год выпуска конечно же 2023 серийный номер он здесь присутствует материал 0 9 2 с от минус 40 до плюс 45 снаряженная масса 8 480 полная 35 870 то есть с тягачом 4 на 2 будет все идеально по развесовкам даже если загрузить дизельным топливом так как мы знаем до 4 на 2 он пройдет при 0 86 все весовые контроли спокойно это для тех кто на это обращает внимание почему потому что у нас в урала спецтрансе есть емкости которые под особые работы выполнены и они не проходят по дорогам общего пользования весовые по весовым параметрам потому что они предназначены действительно для особых регионов и для особых работ полная вместимость данной емкости получилось чуть больше 32 это 32 тонны 32 куба 366 литров 1 2 3 4 отсек они здесь все полностью расписаны то есть первый отсек это чуть больше девяти с половиной 2 5 и 8 3 8 с половиной и 4 почти восемь с половиной кубов но об этом более подробно все на табличках она присутствует опорные механизмы с каждой стороны 12 тонны он есть с каждой стороны свой регулятор да и управление идет что сперва один выставляешь потом второй и соответственно получается даже на неровной поверхности ты спокойно выставишь его в нужную ровную ну точнее уровень пола ты выровняешь что касается доп опций то на всех северестовских полуприцепах цистерн для светлых нефтепродуктов присутствует подсветка рабочей зоны с обеих сторон со стороны водителя со стороны обочины также здесь ящик с рт то есть раздачи топлива в котором 4 выхода с каждого получается отсека свой да и соответственно идет с головы от тягача 1 2 3 4 это также по магистралям мы на всякий случай смотрим но перед тем как эксплуатировать мы соответственно для себя тоже перепроверяем какая магистраль куда подходит все ли соответствует бывает в этой жизни всякая но и соответственно есть вот такие вот указатели для удобства что вы везете 95 конечно вообще вот 80 это вопрос а дизельное топливо зимнее и летние этого обязательно 98 95 конечно как где без 95 вы ольга на каком бензине ездить а вы на дизеле ездите вот девушка на дизеле езди да она даже не знает про 95 и 92 но они присутствуют до без этого никак а вот это вот место это для установки насоса если кому-то действительно понадобится то даже уже в готовую емкость есть все необходимые кронштейны чтобы установить насос и провести гидравлику также как все необходимые крепления с той стороны полуприцепа мы их покажем да они также присутствуют то есть эта возможность есть другой вопрос что если вам надо здесь и сегодня забирать вы забираете в таком виде если вы готовы подождать когда в производстве окажется окошко для установки данных получается доп опции да то конечно можно и установить и получить кроме того все цистерны северест они доработаны таким образом что есть возможность установки рекуперации системы да но соответственно шаровые краны магистрали и здесь брыс и они меняются на другие на адаптеры для нижнего налива до сюда устанавливается резетка для электро управления всей системой донными клапанами дыхательными клапанами уровне мерами и прочее дорабатывается конечно же необходимым оборудование и вот на это место устанавливается выход от магистрали для паров для рекуперации паров но это доработка тоже возможно на все полуприцепы по крайней мере даже если вы возьмете без этой опции без рекуперации потом ей доработать гораздо проще я слышал два года назад такая опция со сваркой с переделкой цистерны обходилась выше миллиона соответственно если вам не надо делать сварочные работы вам не надо будет покрасочные работы то есть это будет проще быстрее и соответственно вам дешевле мы об этом уже позаботились это вам будет проще что касается крыльев это порлок каждое крыло над каждым колесом или над точнее над каждым колесом свое индивидуальное крыло да в данном случае колеса это тюрекс 385 на 65 r22 с половиной четыре оси 9 тонны и бит пиви первые две подъемные как они поднимаются мы позже тягач заведем обязательно покажем как это все делается у каждой цистерны в задней части есть слив с короба то есть для того чтобы дождик там воду не собирал они постоянно открыты когда вы заправляетесь до чтобы избежать пролива топлива еще чего-то лучше его закрыть чтобы потом соответственно здесь собрать это все а также присутствуют бачки под воду для воды до с дозатором под мыло и конечно же на каждый полуприцеп цистерне имеются также заземление куда вы спокойно подцепляете на нефтезаправках либо на заправочных станциях и выполнять свои работы необходимы что касается электрики то сейчас это получается серд пласт в данном случае до эрмакс уже отсутствует но что немало важно и приятно да то здесь мы вот читаем и видим тут четко прописано адр 16 2 0 313 сс gbm 130 то есть вся проводка она в обязательном порядке сертифицирована и рассчитана под технику с допуском адр на каждом полуприцепе присутствует также у нас зуммер мы его сейчас увидим или его спрятали куда подальше спрятали его зуммер заднего хода когда получается включается передача задняя передача то включаются вот эти вот фонари включается звуковой сигнал соответственно и вас будут видеть что вы двигаетесь назад и слышать также будут но и вам будет легче что есть возможность подсветить куда вам нужно что касается места под знак да то специально его сделали повыше вместе с фонарями на уровень глаз чтобы меньше закидывала грязи и снизу есть вот такой вот брус как его еще говорят место парковки да если вдруг легковой автомобиль чтобы не зашел туда в обязательном порядке эта цепочка без нее никуда и для удобства подъема на емкость специально наклеили вот такие вот противоскользящие ленты очень удобно что ну не скользит что ногой что рукой неважно вот такой вот ящик для инструментов присутствует в задней части полуприцепа сразу после тележки да этот ящик закрывается на два замка при необходимости и закрывается вот таким вот образом чтобы грязью не закидывала здесь мы видим что это установлен ты и б с в тср то есть это полноценный получается ебс для трейлера для прицепа на что самое приятное до делали получается испытание действительно при криволинейном движении 4 точнее первая ось она сразу поднимается для того чтобы облегчить это при резком повороте тоже распознает она поднимается в разгруженном состоянии поднимается обе оси при загрузке опускается сперва третья потом четвертая ось и при необходимости третью ось можно еще принудительно опустить нажатием на кнопку как это все делается мы сейчас тягач заведем обязательно покажем хотели добраться до ключей ключи должны быть в этом ящике а это ящик у нас дополнительные с другой стороны сейчас мы зацепим где можно хранить запасное колесо либо полуприцепа либо многие наоборот тягача здесь хранят колесо потому что полуприцеп четыре оси можно и придумать как добраться а вот у тягача сложнее вот такой вот контейнер для сбора пролитой жидкости здесь все необходимые паспорта документация в том числе дополнительные уплотнители на горловины да и набор допок на одного человека ключ индивидуальный неповторимый осторожно не потеряйте потом вот такие вот рукава техноплекс но говорят надежные самое приятное что они гораздо легче чем просто резиновые гостовские да и сам брс танкваген ну так же как выходы у нас на срт соответственно на пеналах точнее на пеналах на рукавах тоже танкваген после каждого донова клапана имеется также компенсатор такой резинотехническое изделие до которая компенсирует вибрации и чтобы было легче и проще эксплуатировать потому что вибрации чем меньше на магистрали идет тем меньше вероятность ее разрушение вот в этом вот мешке это у нас присутствует zip для работы со ступицами и баллонный ключ ну в этом это в обязательном порядке не утра и все-таки наши вот эти вот крышки из алюминия да что можно пошоркать все равно с ней ничего не будет и кроме того она легкая никаких газлифтов прочее не нужно чтобы они на морозах нам потом давали знать или точнее задумываться как же жить дальше если мы посмотрим вот сюда вот с каждой стороны да есть крепление для противоотката и они вот здесь вот на ящиках придумайте куда в другое место если кому-то захочется да обязательно рассмотрим ваше предложение но пока мы решили что вот так вот лучше всего основное это приторможение чтобы они не ушли вперед но насколько знаю основная часть водители все равно их убираю чтобы где-то вдруг их не то что им потерять кто-нибудь не помог потерять их из наличия управление подъемом снизу соответственно когда вы уже поднимаетесь пор очень поднят для безопасности водителя это очень важно и в том числе оператора лестница довольно удобная вот наверху имеется площадка из просеченного металла до из алюминия вот такие вот ограничителю чтобы нога не ушла в ту сторону кроме того каждому получается конверту да в которой вставляется знать вот есть доступ сверху чтобы не снизу тянуться каким-то образом а сверху спокойно вставили с одной и с другой стороны они также присутствуют на каждой горловине есть смотровое окошко наполнение есть также результаты поверки на каждый отсек свои и для тех кто интересовался и говорит что соответствует ли ваша техника допок да в обязательном порядке согласно одобрение типа транспортного средства согласно то что вот горловины идут согласно допок или нет это в обязательном порядке опять же здесь присутствуют вот эти вот обозначения и n 133 14 2002 до насколько я помню это года как раз таки в данном случае это производство азимут челябинская область то же самое и здесь на дыхательном клапане сейчас попробуем чем-нибудь намочить чтобы было лучше видно вот так вот точно вот так вот можно пожалуйста здесь тоже n 130 82 он присутствует также как и 74 595 и сама крышка горловины она также и n 133 17 2018 это все есть также как и донные клапаны и на каждом есть обязательно это одобрение да мы смотрим даже на здесь на крышках отметка от и к видать как при производстве они их проходят проверяют вот так вот открывается и мы здесь видим мерный уголок мерный уголок конечно же это вот как раз по те данным сколько литраж наберется ну и донный клапан отсюда не видно потому что он там за волнорезом самом конце чтобы сливалась все до конца всем пока подписывайтесь на наш канал до новых встреч пока и